Уважаемые подписчики, мы сегодня, я еще раз повторяюсь, приехали в Брестскую область. В Брестскую область приехали, с Минской области приехали в Брестскую. Почему? Потому что сильные коневоды, любители лошадей и вообще амундирование. Зачем ехать на Нолиме или на пони? Если ехать, как вот есть снимки, Александр Викторович выкинет эти снимки, вот Андрей запрог, пару вороных лошадей в парку поставил, и мы красиво приехали по его деревне, значит, у нас тоже не хуже кони, лошади, то есть. Ну, мы приехали к Андрею, и он занимается очень, и работая с Россией, на Казахстан, везде приезжают, покупают, даже, 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 ребята, возьмите телефон, и возьмите телефон, он делает телеги, делает телеги. Хотите под парку, хотите под одного лошади, но очень красивое, с дерева, вот есть, вот его наглядное изображение уже есть, вот здесь ясень, выстроганный, выгабленный, обработанный, заделанный, все на болтах, если вы понимаете, нигде ничего, будет крепко все связано, сама подушки на кругу стоять. Дмитрий, сними, пожалуйста, вот это вот крепление. И вот это. И зад, и зад. Так что, ребята, смотрите канал Александра Викторовича. Что приобрали? Да, удержки заказали, ну, я еще себе взял, это самое, вожжи взял, Александр Викторович, кантер на жеребчика, потому что его 8 месяцев жеребчик, пусть говорить будет, буду выводить, обучать его к выходу и станок, и установку. Владимир Ильич, а ты? Ну вот для параконной езды приобрел крыжовки, так сказать, а это мы, вожжи мы добавим, добавим. Зато кожаной работы, дай бог Андрею здоровья, что есть еще умельцы в нашей Беларуси, которые сьют, сьют эту сбрую, сбрую, потому что таких людей очень-очень мало найти. Это за 150 километров приехать, чтобы приобрести вот это дело. Вот, приехали к Шорнику, мастер научной руки, сделал телегу без одного гвозда, да? Да, спадал. Все, все. И куда ты этот заказ сделал? Это под Питер. Под Питер, да. Видите, какая дуга, это с возом или твоя выездная? Нет, это такая рабочая. Это рабочая, да? Сейчас выездная дуга. Вот хомутики его. Какая телега, все ручная работа. Видите, цепочка идет. Здесь от колес. 500 долларов. Страмяночки. Все. Это какая пашту ты сделал? Вот. Вот такая дуга, может быть. Вот такая дуга, да? Да. Видите, какая красота. Мастер. Масленочка на каждой ступице стоит, да? Тут подшипники крытые. Ну, спасибо, что ты таки мастер у нас еще в Беларуси есть. Далеко приехали. Одна красота. Все вручную, все. Погнул, гразьбу понарезал. Все сделано. Видите, как крепятся? Все на шипах. Аккуратненько. Пони, да. На пони. Это специально человек попросил. Поверни, покажи. Маленький хомутик. Какой номер? Пятерка. Пятерка, да? Так это под посторонки, да? Хоже. Ну, уже в Ужижем. Видите, какое крапление делали. Ну, это вот с польских хомутов. Ну, немецких. Немецкие это раздвижные. И сколько, скажи, сколько будет таких хомут, если тебе заказать? Белорусских 350 рублей. Белорусских 350 рублей. Ну, сейчас будем вас знакомить дальше. Ну, ну. На поника под саделок. Сделал тоже. Да. Канторшип. Вуздевка на гетоа поника. Вот такого плана. На мэдрюки. Тоже на гетоа, на малого. Ну, может быть, и на большого такие, на мэдрюки. Как называться? Гурта. Гурта. Да. Это, ну, ипотерапию, кто занимается. Бесседла ее ложат. Держишься рукою. То есть ложится, вот есть такие реминишки. Это тоже под заказ делаешь, да? Ну, да. Ну, это лечебное такое. Физиотерапия, да? Да, 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 да. Называется гурта. Ну, это одна спина, да? Да, это вольтрап ложишь, и эту гурту сверху. И садится человек, чтобы тепло от коня шло. Это какая-то терапия. Ипотерапия называется. Именно вот эта ерунда. Могут быть. А нам с красной ниткой можешь сделать, прошить красной ниткой? Пожалуйста. А сколько такой кантор заказать? 40 рублей. 40 рублей. С красной ниткой сейчас я на мэдрике принесу покажу вам. Ну, давайте, давайте, Андрей. Давайте, Андрей. Покажите. А кто лейцы пытал? Вы спрашивали, лейцы там. На параконку ты что же делаешь? А, мне лейцы, и лейцы, покажи, как. Я вот, бравю лейцы. Так столу, к столу сюда на свет. А, одноконные я не... Одноконные, а я роблю отдельно кружок. Вот такие должны быть пражки, а не железные. Да. Мороконные, да? Это кружок называется, на параконе. С кольцами, да? Толщина. Как, наверное, толщина какая. Ну да, а потом там добавляешь 8 метров, и сколько хочешь. А потом, ну вот, кружок, на параконе. Это понятно, сюда и туда. А вот тут сколько сантиметров? Десятка? На параконку. Это его машина, на которой он шьет. Да. Давай на улице, на улице. Ну вот лейцы могут быть. На чвет. Могут быть лейцы кожаные. Пражка, конечно. Возьми, Шаня, Саня, пойдем. Возьми, Саня. Это... 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 Это с красной ниткой. Это что? Это с красной ниткой. Лейцы. А, лейцы. Все понял. Чистокожаные, да? Ну, хорошо. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну, это вот, ну, это с красной ниткой. Вот, что может получать все. Так это... Это набодрый. Что? Это набодрый. Я говорю, что с красной ниткой вот так получается. Вот, кто будет смотреть, это как называется, как твой талисман. Это работа мастера определенного он делает. Фишка его. Вот мы у Сани видели на лошади и захотели... Это на одноконку, да? Ну, да. Это же я лейцы на одноконку, на пароконку. Вот это набодрый, Андрей. Это какую цену будет? Это я даже... Это рублей 300. Дорогая пражка. Кожа, пражки латунь. Да. Это пражка. Но пражка стоит 2 евро. 2 евро. Это вообще 2,2 евро. Пражки, допустим, мне не надо латунные эти. Я могу пражек привезти таких вот простых. Так, конечно, сожжаете что-то за толку. Ну, это будет... Это моя будет уже проблема. Смотрите, как у настоящего хозяина сыричные лужи... Промашленные. Промашленные. Это с тех времен, после войны, во время войны... И надо капномызник будет, что... Ну, зараблю. Ну, будет 25. Но пражки это белые. Вот этих уже... В пражках будет. Да, на пражках это самое. Ну, красные. И нам из них как был тут. Тоже с красным. Можно и подложку красную изробить. Как было больше красного. Да. Такое ты изробил. И тут твою плетенку. Ну, хорошо. Ну, и плетенку твою. Ну, это... Это больше дорогие. Это краски. Я не знаю, кому-то папир. А, понял. Понял. Подожди. А, короче, уезжечка будет вот так. С прибросником. Тегар. В смысле... Ну, как я держу, только... По воды. С водами. По водами. И красная тут плетенка. Тут и тут. Да.